Отец посланника Аллаха, его имя Абдуллах, сын Абдул-Мукталима. Значит, отцом его был Абдуллах, дедом Абдул-Мукталим. Пророк Абдул-Мукталим родился сиротой, потому что отец его умер до его рождения. Когда пророк Абдул-Мукталим родился сиротой, то его опекал его дед Абдул-Мукталим. Мать его звали Амин. Он находился под опекой своего деда Абдул-Мукталима. Его дед очень сильно любил. И он стерил для него в специальном месте возле Каабы и сидел вместе с ним. И никто не мог сесть на его место, кроме пророка Алиса Расоса. И люди пытались как-то убрать пророка Алиса Расоса с этого места, где сидел Абдул-Мукталим. Он же говорил, нет, оставьте этого моего сына, потому что у него будет особое положение. Назвали его Мухаммадом. Для того, чтобы хвалили его и первые, и последние поколения. И поэтому его не касалось кула, которая приходила к нему со стороны меканцев и подобных. После этого умерла его мать. Потом умер его дед. И он стал находиться под опекой его дяди Абдул-Мукталима. И отсюда мы можем сделать вывод, что если Аллах и предопределяет человеку что-то тяжелое, какие-то беды, какие-то испытания, то в итоге все равно это обязательно должно быть, будет для него благом. Пророк, алей-салату ассалам, рос, будучи праведным. Он не поклонялся ни идолам, ни стуканам. Не совершал грехи, злодеяния, которые совершали жители Мекки. Ему были присущи, он был известен определенными качествами. Так говорили про него, что он садик, то есть правдивый. Амин, то есть надежный, честный. Вот это все было еще до начала его пророчества. Так что даже это стало доводом для людей, как может он возводить ложь на Аллаха, если он не лгал людям. Произошло однажды следующее. Неверующие Мекки, они захотели перестроить Каабу. И они стали собирать для строительства Каабы деньги, имущество. Но это предусловие, ставили условие, чтобы это было имущество, которое не заработано запрещенными путями. И племена не собрались для того, чтобы построить Каабу. Но произошло разногласие между ними. А именно в том, кто установит на свое место черный камень. И из-за этого чуть не произошла между ними битва. Потом они договорились между собой, что сделают третейского судью. Этим третейским судьем должен стать тот, кто первым войдет в третную мечеть. И первым вошел, пришел к ним пророк Мухаммад. Они сказали, да, мы довольны им, как третейским судьей. Пророк Алейх Саратусалам взял свою накидку, расстелил ее. И приказал представителю каждой из племен взяться за один из углов вот этой вот накидки. И положил черный камень на середину. Так, чтобы они все вместе подняли вот эту материю и с этим камнем установили камень на его место. И пророк Алейх Саратусалам взял потом этот камень с этой накидки поднятой и положил камень на его место. Но.